...примерно формы композитов, собранно-радикальный процесс окисления гидропин-витера. Представляю вам доклад от... ...двух учреждений научно-световских институтов города Иваново. Были одними из многих дней в 80-е годы и ранее. Но, боже, что только эти два учреждения смогли пережить перипетии на артической жизни и не только не пришли в упадок, но и динамично развивались. И в последние годы начали очень активно сотрудничать в решении смежных вопросов химии и медицины. Ивановский и материнство единственное – это федеральные учреждения, учиненные в системе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Так, основной комплекс зданий выглядят из космоса. В институте работают мощные клинические подразделения, кушетская клиника. Кушетская проблема – это системные и локальные нарушения свободно-радикальных процессов и механизмов антиоксидантов в организме. В институте работает целый ряд научных отделений, в том числе лаборатория клинической биохимии и генетики, на базе которой, собственно, медицинская часть исследований проводилась. Вообще, вот эти совместные исследования между нашими двумя институтами касаются целого ряда соединений в наноформах, у которых изучаются проб и антиоксидантные свойства. Здесь будут представлены фрагменты исследований, посвященные наночастицам углеродного происхождения, а так в исследованиях изучаются и эпатиты, и кремнии, и наночастицы металлов. Сравно-химические. Стояла задача по изучению на самом деле смеси С-60 и С-70, но с преобладанием С-60. Думаю, что всем известна история изучения этих соединений. И, в общем-то, за практически 25-летнюю историю того, что мы знаем об этих соединениях, проводились многочисленные работы по изучению биологических эффектов фулеренов. Было установлено их возможное влияние на активность ферментов, на структуру и прорицаемость мембраны. Созданное фото динамическое действие и ряд других эффектов. Сложность изучения и сложность потенциального использования фулеренов заключается в том, что должна быть создана некая форма, которая позволяла бы обеспечить их дозированный контакт с биологическими жидкостями, клетками или какими-то другими живыми комплексами. Вот в направлении этом нами, с нашими двумя институтами, было проведено исследование влияния полимерных нанокомпозитов на основе полистирола на процесс соотнесления липидов инвитра. Суть заключалась в том, что смесь фулеренов с преобладанием С60 и полистирола растворялись в органических растворителях, смешивались и для формирования пленки смесь наносилась на стеклянную поверхность, растекалась, полимеризовалась и таким образом получался устойчивый объект, эффект которого мы могли дозировать по площади его поверхности. Ну вот здесь представлена концентрация фулеренки около 70 микро. Кодема биологической системы использовалась так, обладая кровоокислительной активностью. В высоких концентрациях этот наноматериал способен, видимо, служить и ловушкой свободных радикалов. Ну, примерно такие же данные получены были и при использовании методов аналитической химии с некоторым расхождением кривых дозы эффектов. Надо сказать, что работа находится сейчас на таком достаточно предварительном поисковом этапе. Удалось ответить на принципиальный вопрос о том, что свободно-радикальные процессы, вот эти комплексы нанополимерные, оказывают. Эффекты эти обладают определенной дозозависимостью. И, собственно, такие же закономерности мы получили на других аналитетах, которые я в начале доклада упоминал. Причем это дозозависимость совершенно разная. В выбранных диапазонах концентрации, с которых мы стартовали при изучении, я бы такую общую закономерность, наверное, сегодня предварительно мог сформулировать, что эффект тем больше, чем меньше концентрация наночастицы. В разумных пределах мы к миопатии не занимаемся и не беспокоимся. Исторически, наверное, должен быть самым интересным объектом для изучения потенциальных биологических и медицинских эффектов, поскольку Фуллерен назвал Фуллереном в честь Ричарда Фуллера, американского архитектора, который в 1967 году на Всемирной выставке в Монреале, Канада, построил вокруг павильона вот такой вот ажурный купол. И, собственно, название этого материала получил свое название в честь этого архитектора. И павильон назывался биосферный. То есть вот корни биологические, биосферные у Фуллеренов, оказывается, с 1967 года. Ну сейчас выражали. Продолжение следует...